Как это место называется? Почему вас туда тянет? Место называется Южномуйский хребет. Тянет, наверное, из-за того, что туда трудно добраться. Обычно ведь как раз нам хочется именно того, что в руки легко не дает. Там красивейшее есть место, как бы узел горный, район горы Муйский гигант. Очень технически сложное, очень красивое. И это – Горос. Христос, воскрес, из уст прольется. Такая жизнь не для меня. Вино по рюмочкам прольется. Такая жизнь не для меня. Горы очень сложные. То есть Пикбам, наверное, можно оценить как троечку. А на тот же Муйский гигант самый простой путь восхождения – это четырех. И совсем нет людей. Мы собрались в путешествие. Это Южномуйский хребет. Одно из самых таких удаленных, труднодоступных мест для нас в том числе. Это горы. Это очень красивые горы. Горы, в которых бывает очень мало людей. Ну, тревожно было с самого начала. Это вот они-то, Серега там и компания его такая-то. Они-то похатывают дорогу. А у меня как бы с самого начала была такая тревога, потому что вот эта вот гора, на которую этот раз хотели подняться, она, в общем-то, для профессионалов. Я к ним не отношусь. Новичкам там, ну, нежелательно они просто будут мешать. Новичкам там, ну, нежелательно они просто будут мешать. В общем, снег года к году, скажем так, меняется. Иногда снега почти нет, мало. В этом году было много. Взяли лыжи и, в общем, не пожалели. Потому что в одном месте бы, иначе очень долго. Вот, разбились. И вот мы пошли по наледям. Это река Бамбукой. Мы идем в самые верховья реки Бамбукой. Ну, идем мы все-таки. Часто шум, как правило, да, то есть не стесняемся нисколько. Поэтому видим обычно только следы. Это медведи, росомахи и зюри. Зайчики. Мы, когда увидели вот первый раз следы росомахи, мы, честно, они были еще так как бы чуть размыты, мы, честно говоря, думали, что, возможно, это леопард. Техно телевидического самого снежного. Как раз там сердце, можно сказать, южномуйского хребта, вторая по высоте вершина в Забайкалье 3067 метров. Муйский гигант. Мы идем к нему. Не каждый человек это может увидеть, эту красоту такую дикую, северную, но это, безусловно, красиво. Свой груз мы тащим на санках, несем в рюкзаках. Дорога занимает сейчас примерно два дня. В этом году на реке было довольно много снега. Зачастую его меньше, и ты как будто на коньках катишься. А вот в этом году очень много снега. И было, наверное, немного тяжелее. Вот мы приближаемся. Уже видно первые скальные макушки. Горы — это, в первую очередь, высота. Наши любовь людей. Да. И тогда мы переворачиваем санки, да, чтобы было совсем для экстремала. Это самый трудный подъем. Крутой и трудный. Но в этом году мы хорошо были подготовлены и легко на него взлетели. Легко взлетели. Да, час двадцать всего лишь. Ну и теперь поднялся ветер. Ветер там знаменит. Когда он задувает, он дует всегда. Очень много. Очень сильно. Выдувает все. Вот так все колотится, и вот так было всю ночь. Но все равно весело. Вот это место, куда мы должны были залезть. Это Антон. И вот теперь обратный спуск. Погода нам тут тоже не давала расслабляться. Ветер забывал. Это Музский Гигант. А это наш герой. Вадик Иванов. Да. Да. Небо высокое, синее, насыщенное. Небо офигенное там. Близко к небу. Вот он уходил, но обещал вернуться, называется. Ну а дорога назад, это всегда уже расслабуха. Как бы все получается легко, вниз. И красота всякая. Обращаешь внимание на многие вещи, мимо которых прошел мимо. Потому что было тяжело и трудно. А тут есть время посмотреть, поглазеть. Это Толец, который в любые морозы там не замерзает. Всегда там бежит вода. Как это у нее получается, непонятно. А это птичка. Может быть пингвин? Я не знаю. Забыть. 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 Маленький. Карликовый пингвин. Карликовый. Кстати, похож на ее. Вот тут мы, наконец, карту достали, изучили на обратном пути. Где были? Кто мы, где мы? Кто мы, где мы? Куда нас занесло? А для меня рюкзак большой, он плечи силые оттянет. Иду, пока ночь не застанет. Я все пройду, ведь я герой. Он плечит. Иду, пока ночь не застанет. Я все пройду, ведь я герой. Его it's застанет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok